Всем доброго дня! Продолжаю эпопею по своему излучателю. Сейчас будет демонстрация именно режимов по осциллографу. Довольно скучная и не особо интересная. Здесь я собрал специально сейчас. Сейчас все будет как бы с конца наоборот. То есть я тут сюда кучи собрал. Вот оно все тут светится. Вот индикатор один, второй, третий. Сделаю потемнее, чтобы было лучше видно. Собрал три лампы, четвертая кварцевая лампа. Это все горит. Там неоночки, сзади тоже неонки. Это я все сейчас раскрою, покажу. Тут, тут, везде все светится, все сверкает. То есть здесь настолько плотная статика мощная. Что может гореть, все горит. Можно было бы еще показать вот такое. Но просто уже тут мне некуда даже приткнуться. К сожалению, места у меня мало в кабинете. Пришлось и так и эдак расположиться. Я тут вообще-то задержал с этим видео. Потому что думал, что на улице выйду с этим всем хозяйством на улицу. Там на аккумуляторе все это зажгу, покажу. Но естественно не днем, потому что там во дворе народ много гуляет. Да и при солнце не особо-то видно это все будет. А ночью вот все никак не мог нормально выйти. А тут сейчас пошла погода такая диодская, что у нас тут и ураганы, и дождь, и все остальное. Вот тут вот видно, что светится, если приложить. Значит я показываю, что вот сейчас вот это напряжение, почти 1,2 вольта, это то, что осциллограф первый желтый луч показывает с генератора через резистор 1 Ом. С выхода генератора. Я немножко потом все разложу, раз покажу. Второй щуп, вот он здесь находится, грузы катушки. Просто петля. То есть щуп, замкнутая земля на себя. И вот на этой петле мы видим, ну вот сейчас вот 900 милливольт, 0,9 вольта. 290 кГц это генератор. И вот сейчас вот вся нагрузка на нем повисла. То есть я взял три лампы дневного света, одну кварцевую, куча светодиодных индикаторов, куча неонок и это все светится на разных расстояниях и в разных позициях. Вот сейчас я буду потихонечку это все разбирать, потому что собрать все было сложнее. А возиться перед вами долго это конечно не стоило бы. Ну вот значит снимаю одну. Вот она одна из тех которые длинные были. Я вот еще одну достал длинную. Вот вторая длинная. Так нет наверное сейчас. Из-за отсутствия места тут приходится уж как только ничего не придумывать чтобы это все заместить. Кварцевая. Еще одна лампа. И вот обратите внимание, что на сценографе немножко поднимается напряжение. То есть в принципе как я и говорил здесь было полтора вольта. когда не сильно нагружено. Но вот когда я много всего нагрузил, то оно упало до 1,2 вольт где-то. Вот сейчас потихонечку напряжение поднимается. У них это генератор. Вот таких вещей оно не сильно садится. Но дело в том, что статика это же довольно такое широко распространенное понятие. Вот. И когда я вот эту трубу сюда прикладываю, тут оно не столько садится напряжение из-за того, что светятся эти лампы. А из-за того, что вот эта емкость возникает большая. Вот это железо, вот это все оно как бы мешает. Я наверное продемонстрирую это все. Потому что тут я почему и хотел показать это на улице, чтобы ничего не мешало. У меня тут всего железо, мониторы. Ну везде в округе тут у меня всего хватает. Приборы, оборудование, инструменты. И это все конечно несколько поглощает статику, которая вокруг образуется. В моем даже присутствии. Я вот здесь вот сижу. Мне стоит отойти на полметра, метр. И уже индикация по-другому себя ведет. Особенно вот неонки уже по-другому горят. По-другому. По-разному можно будет их вот поставить. Вот даже вот я вот. Ну я уже в прошлый раз демонстрировал, что руку подношу и оно уже начинает гаснуть. Хотя по идее наоборот должно бы еще ярче светиться. Но в некоторых случаях оно ярче светится, а в некоторых случаях наоборот гасится. Потому что я поглощаю на себя беру вот эту напряженность поля. Так вот эти лампы пока куда-то дену. Вот я вам просто показал как эти лампы светятся всей этой массой. Даже в этом ограниченном пространстве. И то, что здесь и так поглощается. Ну часть энергии конечно поглощается вот этим вот. То, что у меня тут куча всяких железяк. Вот сейчас вот могу показать, что вот например, да, мне пришли куча неонок. Вот целая пачка сегодня. Забрал с почты китайские все. Восемь неоночек я последовательно соединил. И вот просто накинул проводочки. То есть никакого контакта нет. Просто какая-то емкость. Ну точнее опять же напряженность полей. Вот именно с одного излучателя и со второго излучателя. И они фактически все горят. Вот к примеру тоже вот неонка лежит. Как и это. Или вот например вот эти вот неоночки. Если посмотрите внимательно, они все горят. Хотя кусок провода и неонки. Эти индикаторы можно убирать. Вот теперь можно показать и с этим. Вот сейчас по осциллографу, при всем том, что тут есть, сейчас показывает 1.45 вольта выход из генератора. Тут даже вот и это влияет. Естественно тут какое-то железо ближе к катушке разместил. Все. Уже начинаются естественно какие-то минусы. Ну тут то можно вот что посмотреть. Вот сейчас этот луч. Синий луч. Это вот отсюда. Вот видите вот. Просто петля. Земля завредена на конец того щупа. И вот смотрим. Вот тут можно увидеть, что выход генератора желтый. Здесь синий луч, который я двигаю. Вот они фазы как идут. И вот идем по лучу. И смотрим, что вот уже здесь. Если здесь вот мы имеем где-то напряжение вот тоже где-то 1.2, 1.5 вольта. Вот в этом месте например еще. То уже дальше вот отходим-отходим буквально на 10 сантиметров и там уже мильвольты. То же самое и в эту сторону. Гасится все очень быстро. То есть вот это именно петля, она показывает радиоизлучение. А статику она конечно уже ловить не может, потому что слишком тут просто короткое замыкание. Но по радио, пожалуйста, вот видно все. Вот он максимум. Ну если мы так станем, соответственно фаза меняется. Если так вот крутим. Опять же так. Ну то есть конечно я же говорю, что вот эта вот демонстрация на осциллографе по приборам она чисто для визуальности, чтобы посмотреть на сколько на самом деле, какие напряжения идут. Потому что так оно особо не интересно. Все гораздо интереснее, что именно огромная напряженность поля и все, что может, все горит. Вот меняется фаза. Видно, что он уходит туда, потом уходит сюда. Видно, надеюсь. Вот видите, вот было одно, стало сюда. Ну и так тоже. Так, теперь смотрим дальше. Ну с неонками тут все понятно. Вот, пожалуйста, все неонки горят. Восемь штук. Я их последовательно соединил. Вся эта гирлянда, все горит. И просто накинуты провода, концы проводов. Значит это я подвесил, чтобы мне лампы не мешали, потому что цеплялись за все это дело. Хозяйство. Значит, что как генератор. Сам генератор. Вот здесь у меня специально встроен резистор 1 Ом. Тут даже у меня индикация есть специально, что генератор работает. Здесь щупы осциллографа выход. И типа переходника. Я же тот же применяю генератор. Свой, так сказать, образцовый. И естественно все это питается от аккумулятора. Тот у меня уже две банки сгорели. Из-за эксперимента. Я тут целыми днями экспериментирую. Таскаю туда-сюда. Что только не творю с ними. Но вот уже другие банки взял. Вот сейчас что у нас тут есть. Значит, сейчас я еще тоже некоторые эксперименты покажу. Но уже с другого ракурса. Так, поменял немного ракурс. Напоследок вот опять показываю. Что тут все светится, все работает. Вот. Так как у меня сейчас этих неонов хватает. Можно изгаляться. Вот по этим излучателям. Просто можно ходить и смотреть. Как идет статика. Почти как работа с магнитами. И вот напоследок показываю с этим. Вот как у нас лампа светится. Здесь вот можем заметить. Немножко напряжение падает. Вот сейчас у нас здесь 1.43. 1.36. Но факт то, что сейчас вот заметим. Потому что для чего я сейчас это показываю. Сейчас я подключу другую катушку. Но уже без излучателей. Точно такую же. Только без излучателей. И покажу вот разницу в чем. Как видите я просто лампу прикладываю. И тут все светится. Ну вы видели. Куча всего светится. И устойчивая генерация. И вот неонки тут. Горят прямо на больших расстояниях. А сейчас я вот подключаю эту катушку. И смотрим что у нас получается с этим. И вот берем такую же катушку. Тоже трифилляр. И здесь смотрим даже 1.57 вольта. От генератора идет. Ну так оно не нагружено. Как та излучателями. Находится в свободном доступе. Ну если смотреть вот. Оно немножко светится. Но все очень так себе. Можем свет выключить. Как и было там. Все светится. Но еле еле. Вот еле можем зажечь одну. Вот таким образом. Ну здесь светодиодный пробник. Как то можем попытаться и тут. Прямо на нее. Но все это очень ограничено. В одном месте. Сконцентрированно. То есть вся энергия. Вся напряженность поля. Она вот здесь только собрана. И очень еле еле тускло себя показывает. Берем лампу. Вот она немножко светится эта лампа. Ну как бы мы ее тут. И вот опять же вот. Тут как я говорил. То что железо оно очень сильно влияет. Вот это вот. Это уже много. Это большой кусок железа. И вот он уже срывает генерацию фактически. Вот падает напряжение вообще до 1,2-1,1 вольта. Только из-за этого железа. Вот оно еле светится. Никак оно не поджигается. Не хочет. Слегка. И единственное что можно сделать. Это если взять принудительную и контакт прямо подсоединить к лампе. Тогда лампа да зажжется. Но это нужен непосредственный контакт. И если посмотреть. Если посмотреть напряжение падает очень сильно. Меньше 1 вольта. То есть полтора раза идет падение. Да лампа конечно стверится ярко. Но тут прямой контакт. То есть идут очень сильные искажения самой катушки. ее способности. И такого конечно не будешь же пациентом так сказать. Подключать напрямую. Во-первых это будет бить током очень сильно. В общем только в таком виде можно что-то зажечь и все. Сейчас вот я немножко так сказать делаю. Как бы излучатель. И уже когда делаю излучатель. Вот она уже лампа загорается. Уже бесконтактная. Вот сразу появляется эффект. Потому что. Ну почему. Потому что. Статика освобождается. От этого ограниченного пространства. Начинает выходить на волю. Вот сейчас. Так как. Как бы один излучатель подключен. Но тем не менее. Напряжение не падает. Вот. А когда мы зажигаем лампу. Подбирать надо как всегда. Вот. Немножко напряжение упало. Она немножко светится. Ну в принципе даже не немножко. Нормально. Но именно проявляется этот самый эффект. Если мы второй излучатель ставим. Тогда у нас еще больше поле. Раздвигается. И вот эта вся энергия уже работает. Так как ей надо работать. Ну и последнее. Значит. На днях обязательно выложу еще пару видео. Одно. С разъяснением. Почему я все таки тут. С этим водородом замутил. Точнее. С резонансом водорода. Потому что у людей много вопросов по этому поводу. Зачем он так нужен. Я дам подробное объяснение. И второе. Сейчас я провожу очень серьезный эксперимент. Я думаю он будет сенсационный. Именно по поводу. Моей конструкции. Которая дает. Как оказалось. Я даже честно говоря особо не предполагал. Но. Начали экспериментировать. И вышли. На то что. Это какая то даже. Может быть и сенсация. Но. Это уже позже. Я думаю. В течение недели. Еще мне надо их провести. Три или четыре дня. По экспериментам. Разобраться с этим. Все ли у меня правильно. Все ли нормально. И. Подтвердить. То что. Уже есть. Наработанную. И. Я выложу интересный. Очень. Результат. В своей деятельности. Ну. А теперь все. Пока. До свидания. Будьте здоровы.